Благоустройство города как общее дело. В Восточном округе подвели итоги конкурса «Наш Белый город». Церемонию награждения провели в филармонии. Победителей выбрали в 16 номинациях. Подробнее расскажет Татьяна Красикова. В этом зале собрались те, кто делает город еще красивее. Руководители организации торговых предприятий, хозяева частных домовладений, активисты ТОС. Все те, кто помогает благоустраивать и озеленять областной центр. Награды вручили в 16 номинациях. Гран-при за лучшее комплексное обустройство, озеленение и ландшафтное оформление территорий промышленных предприятий получил завод «Белогромашсервис» имени Владимира Рязанова. Нам очень приятно, что нас замечают, нас оценивают такой вот высокой наградой. Большое спасибо администрации города. Мы очень рады. Мы очень рады это делать и для себя, и для горожан, и для гостей города. Отметили в конкурсе и учреждениях социальной и культурной сфер, которые вносят свой вклад в благоустройство областного центра. Дипломом первой степени наградили Белгородскую государственную филармонию. Коллектив – неоднократный победитель конкурса «Наш Белый город». Здесь любовью занимаются озеленением своей территории и считают, что филармония должна привлекать горожан не только насыщенной творческой программой, но и ухоженным обликом. Мы каждый год делаем что-то понемножечку новое, свежее, потому что растения имеют свойство терять свой первоначальный вид. Поэтому мы стараемся каждый год привносить что-то новое, какую-то свою изюминку. И вот несколько лет назад мы высадили целую серию кустарников, жасминовых кустарников. В этом году они, наконец, празднично зацвели в мае, и было очень красиво и приятно, и ароматно. Поэтому я думаю, что каждый год понемножку благоустраивая нашу территорию, мы доставляем удовольствие горожанам. За лучший школьный двор дипломами наградили 9-й лицей, 12-ю гимназию и Центр образования номер один. Среди дошкольных учреждений диплом первой степени взял 28-й детский сад. Здесь огромное внимание уделяют благоустройству. У учреждений есть свой розарий, ухаживают за которым сами воспитанники. Такую работу педагоги считают особенно важной в экологическом воспитании юных горожан. Не только, чтобы это было красиво, но чтобы было и полезно. У нас дети сажают цветы, учатся их выращивать, учатся ухаживать за ними. Когда делаем какую-то клумбу, естественно, тоже мы сажаем цветочки. Дети знают название каждого цветочка, ухаживают за ними. На огороде очень любят, ухаживают за огородом и потом с огорода собирают урожай и приносят в группу. Они потом едят это все. Очень полезный труд у них и им это нравится. Выбрали в рамках конкурса и лучшее территориальное общественное самоуправление. Дипломы получили ТОС «Калининский», «Некрасовский-2» и «Парус». Отметили также лучшие советы территории. Победителями названы совет территории номер 20 под руководством депутата Гурсовета Константина Клета, номер 25 под председательством Николая Репухина и номер 26 под руководством Анатолия Семененко. На территории Восточного округа живут очень талантливые, очень трудолюбивые, неравнодушные, горячо любящие свою малую родину люди. Дорогие друзья, я вам искренне желаю успехов на пути созидания и развития. С праздником! Кроме того, на церемонии наградили жителей округа за лучшее частное домовладение, лучший двор и даже балкон. Оценили старания горожан и за инициативы по содержанию и благоустройству подъездов. По традиции выбрали лучшую улицу частного сектора. В числе победителей улицы Ломакина, Семена Чайкина и 4-й почтовый переулок. Это для души нужно. Нужно, чтобы поселок наш был лучший не только в городе, может быть даже и в стране. Стараемся цветы разведить, ворота заменили, двери заменили, крыши даже меняем, чтобы разнообразие было вкусов. К слову, в этом году в Восточном округе конкурс «Наш белый город» вызвал особый интерес. Жюри было нелегко определиться с победителями, ведь на участие было подано порядка 500 заявок. Это почти в пять раз больше, чем в прошлом году. С каждым годом наши предприятия, жители, реализуя те или иные проекты, участвуя в тех или иных номинациях, добавляют какую-то изюминку. Смотришь на каждый проект и видно, что люди вкладывают частичку души в реализуемые проекты, тем самым делая наш город более чище, краше, добрее. На торжественной церемонии благодарственные письма вручили тем, кто каждый день следит за чистотой и порядком на улицах областного центра. Это сотрудники управления Белгороблагоустройства и транспортной компании «Экотранс». Также благодарственными письмами пощали руководители предприятий, коллективы которых помогали реализовать проект по очистке урочища «Сосновка». В завершении торжественного вечера собравшихся поздравили творческие коллективы Белгородской филармонии. Татьяна Красикова, Евгений Северинов. К этому часу. Белгород.